Ребятушки, у меня только что была прямая трансляция в инстаграме, я показывал им корейскую квартиру и подумал, почему не покатить ее вам на ютюбе? Вам, наверное, интересно, как выглядит корейская квартира, потому что лично мне, если бы я был бы сейчас в России, мне было бы интересно и хватит мне писать. Давайте начнем с подъезда. Подъезд выглядит вот так. У меня здесь недалеко получается лифт и здесь у всех апартаменты. И у меня кодовая дверь, как у всех, нужно поднять и набрать номер. И дальше нажимаем на звездочку, дверька открывается. Вот это звонок. Если кто-то мне позвонит в дверь, я увижу человека вон в том телевизоре. Здесь, получается, у меня вход прохожий, здесь у меня обувь и здесь шкаф огромный, но у меня там ничего, конечно же, нет. Дальше, получается, сразу идет ванная и давайте посмотрим, как выглядит корейская ванная. Здесь душевая кабинка, так же, как, в принципе, везде в Азии, не ставят отдельный поддон для душевой кабинки, а просто делают ее вот на кафеле. В данном случае вода сюда не попадает, потому что здесь есть вот такая вот штука, вода туда сразу сливается. А иногда делают такое небольшое ограждение, и вода, естественно, не попадает. Душ нормальный, горячая вода есть. Вот это все от хозяина, мое только вот это вот все. И зубная паста тайская. Кстати, я пользуюсь тайской зубной пастой, она гадость на вкус, но классная. Здесь раковина, ничего необычного и унитаз. Что прикольно, есть розетки, поэтому, если у вас сидел телефон, то вы можете сидеть, заниматься своими делами на унитазе, но при этом телефон у вас будет заряжаться. Детель для туалетной бумаги, но она у меня закончилась. Вот, это тоже от хозяина, и это, но я этим не пользуюсь. Это мое, и это мое для волос. Это моя бритва. Ну, это тоже, кстати, от хозяина, и это от хозяина. Здесь валяется полотенце, потому что я не нашел тряпку и вытираю все полотенцем. А еще видите вытяжку? Сейчас я ее включу. Здесь у меня комод, здесь всякие туристические штуки, и от хозяина сразу здесь всякие приспособления для волос. Кроме фена еще две какие-то штуки. Это, по-моему, плойка. А вот, что вот это такое, я не знаю. Просто корейцы очень следят за волосами, как мужчины, так и женщины. Поэтому вот столько всего есть. Обычно в европейских квартирах только фен дают через Airbnb. И отсюда, получается, переходим сразу на кухню. Мне очень нравится кухня. Она маленькая, но довольно-таки классная. Здесь все как обычно, как у нас, ничего такого. Плита маленькая. Это моя стиральная машина. Опять я фак вам показываю. Реально, кто-то написал в комментариях, что я часто факи вам случайно показываю. Это, наверное, на подсознательном уровне. Вот это стиральная машина. Все на корейском. Она старая, но нормально работает. Здесь у меня небольшая мусорка для органических продуктов. Здесь просто вот такой вот стол, два стула, холодильник и микроволновка. Здесь я сушу одежду. Можно вынести на балкон, но я не знаю. Я здесь сушу, хотя балкон огромный. Мусор надо сортировать. У меня есть три пакета. Первое это для стекла и для вот таких вот баночек, как от консервы. Для всего, что сделано из пластика, для бутылок и тому подобное. Как вы видите, пластика больше всего. Реально, когда распределяешь мусор, ты понимаешь, насколько много пластика. И я за распределение мусора. Вот в России этого реально не хватает. У нас в России, на самом деле, катастрофа с мусором. Если вы изучите эту тему, то вы просто офигеете, что творится в России. И это для бумаги и всего такого типа бумажного. Книжки, газеты, вот бумаги не так много. Здесь же у меня проход на балкон. Балкон огроменный. Я вам его уже показывал с прекраснейшим, просто супер нереальным видом. Ах, пусанушка. Я по тебе, наверное, уже скучаю, пока монтирую это видео. Небоскребы и все остальные низкие дома. И вон там дальше тоже есть высокие. Здесь квартира других людей, но здесь никто не живет. Этажи все сделаны как лестницы. Точнее, не этажи, а четыре последних этажа в доме. И здесь тоже вот живут люди. Балкон просто огроменный. Реально просто очень и очень и очень и очень и очень большой, как вся квартира в длину. Вот кухня и вот комната, так как это студия. Здесь кровать. Кстати, кровать довольно-таки твердая. Она средняя, точнее, она не такая прям твердая, но и не мягкая. Естественно, есть кондиционер. Кстати, обои. Они полностью белые стены. Но я, кстати, люблю, когда... Нет, обои. Мне не нравятся обои. Здесь огромные шкафы, но вся моя одежда в чемодане. Здесь в шкафах есть вот такие вот матрасы. Если вы не знали, то корейцы часто спят на таких матрасах. Просто стелят на пол и спят. Это, по-моему, что-то типа традиционные кровати. И если бы я был бы не один, а нас было бы, например, четверо, то мы бы сюда постели бы и спали бы. Здесь журнальный стол, телевизор, которым я не пользуюсь. Офигенный Wi-Fi, это роутер. И здесь мишка Тед. Эта квартира называется «В гостях у Теда». Его зовут Тед. Но дальше я не знаю, что вам еще показать. Здесь такая вот картина с двумя девушками. Прям какой-то целый рум-тур. И вот здесь вот книги. Все на корейском. Давайте посмотрим, что здесь есть. Вау, смотрите, нашел классный такой журнал. «Start your day with a smile». И здесь такие рисунки. Прикольно, да? Смотрите, здесь даже комиксы есть. Ой, там только что был китайский. Да, смотрите, на китайском написано. На самом деле корейцы используют китайские иероглифы. И я часто слышу, что по звучанию некоторые корейские слова, точнее не некоторые, а очень многие корейские слова похожи на китайские. То есть очень много заимствований. Нашел в холодильнике снеки, видимо, от предыдущих хозяев. Меня спрашивают в инстаграме. «Костел, какие у тебя первые впечатления о Корее?» Я здесь уже второй день. И первое впечатление – то, что в Корее очень тихо. Все тихо разговаривают, особенно в метро. Не так шумно, потому что, например, в Китае все в метро галдят. То, что в Корее очень хорошо одеваются люди. Девушки очень красивые. Видно, что все ухаживают за своим лицом. Видно, что у некоторых сделана операция, потому что по некоторым ты даже не поймешь, это человек европейской внешности или человек азиатской внешности. Имей в виду, не поймешь первые несколько секунд. Парни за собой тоже ухаживают. В Корее нет такого, что мужчина должен выглядеть чуть-чуть красивее обезьяной. Нет, мужчины выглядят тоже очень хорошо. Ухаживают своей кожей, своими волосами. Есть косметические магазины, и в них просто огромное отдело для мужчин. Есть очень много магазинов для мужчин, что очень-очень-очень классно. Оно прилипает к небу. Корейцы плохо говорят по-английски, но хоть как-то, как-то можно будет разобраться, но китайцы говорят по-английски лучше. Что касается самого города, то просто Шанхай, мне кажется, маленький, потому что Шанхай масштабный, огромный город. Это такой низенький. Есть, конечно, какие-то там высотки, но если сравнить с Китаем, то это даже не высотки. Цены классные. Я думал, что будет очень дорого, но нет, даже за 5000 вон можно поесть нормально и наесться. Так мне в целом безумно нравится. Все хорошо, и я уже жду и не дождусь, когда доеду до Сеула. Это пока мои первые впечатления, но я обязательно сниму такое, наверное, более продолжительное видео о том, как мне в Корее понравилось или нет, и, наверное, буду сравнивать именно вот с другой Азией и в основном с Китаем. Смотрите, мне нужно постирать сейчас одежду, а я вообще не умею читать по-корейски. И вы меня часто спрашиваете, как путешествовать, когда ты не знаешь языка? Ну вот, я сейчас в стране, и я не знаю языка. Что мне делать? Мы живем в 21 веке, мы летаем в космос, и я человек, который имеет пользу интернетом, и мне этого достаточно. Смотрите, видите вот это вот слово? Я знаю, что это означает «быстрая стирка». Как я это узнал? Я зашел в Google, выбрал корейский язык, и выбрал рукописный вот. И здесь можно прямо вот так вот рисовать то, что мы видим. Получается криво, но потому что здесь очень неудобно. Все, видите? Быстро, быстрая стирка. На этом все. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. С вами был Косю Гасонов. Не забывайте про мой инстаграм. Подписывайтесь, там всегда все выходит оперативней. Пока-пока.